Послание президента народу Казахстана, как всегда, содержательное, амбициозное. А вот чтобы реализовать все, как задумано в послании, нужно еще раз изучить ситуацию и выработать комплекс мер, которые бы помогли двигаться вперед. Акимобласти говорила о проектах, которые уже реализуются в области, и о тех, что на подходе. Речь шла также о развитии строительной, образовательной, медицинской отраслей и создании масштабной инфраструктуры. Все вместе это должно дать новый толчок к развитию региона. В целом, по итогам 2017-го Оксюбинская область добилась роста в экономике. Несмотря на экономический кризис, на снижение цен на некоторые наши основные выпускаемые продукции, добились роста экономики по сравнению с на 5%. Основные социально-экономические показатели выше, чем были в прошлом году. Кроме промышленности, все показатели выше, чем в прошлом году. Одной из объявленных посланий задач является повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Это значит, что власти продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему и продолжат ремонт автомобильных дорог. К примеру, сегодня было сказано, что в районе Керуэн-Сити будет построен мост для пешеходов, а Сельмашевский мост начнут капитально ремонтировать уже в этом году. Таким областей повторял подчиненным, что региону по-прежнему очень важны и частные инвестиции. В этом году данную сумму планируется довести до полутора триллионов тенге. Ну и, конечно же, затронули сегодня и перезагрузку финансового сектора. Сейчас Национальный банк и правительство уголовного обучения и наши регионы, которые работают на территории нашей области, тоже был во главе регионов Национального банка работы. Мы тоже здесь, конечно, председательная задача в отношении будущего явления к кредитной ставке. Мы с вами знаем, что из 14% за этот последний год Национальный банк кредитная ставка снижена до 9,5%. Это неплохой процент, но надо будет работать дальше. Особое внимание в этом году будет уделено маленьким жителям области, так как октябрьские власти объявили 2018 годом поддержки детей. Это значит, что в регионе, в частности в сельской местности, будут создаваться сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой. Ну и о десятой задаче, расписанной в послании сегодня, тоже не забыли. Речь идет об умном городе. В этом направлении, как известно, в Ак-Тубе первые шаги уже имеются. Сейчас руководство Акимата города работает над так называемым «Сейф-Сити». Данный стандарт объединит более двух десятков камер уличного видеонаблюдения и имеющиеся у населения камеры в одну информационную систему. В городе появятся умные перекрестки, также фонари будут освещать улицы. Но за движением общественного транспорта уже можно следить через мобильные приложения.